Атлантич Чаунчил, США Запад должен действовать быстро, чтобы помочь Украине Андерс Асланд Атлантич Чаунчил, США 21 августа 2019 года 29 августа состоится созыв новоизбранного парламента Украины У страны появился уникальный шанс на изменения, что главным образом зависит от президента, парламента и правительства, которая будет назначена в ближайшее время Важную роль здесь играет и Запад Украина получит окно возможностей для проведения глубоких реформ, но такие окна редко держатся открытыми долго Меры необходимо принять и помочь, пока они открыты Первый совет Запада – скорее помогать, а не тормозить Президент Владимир Зеленский и его главные советники очевидно дали понять, что хотят осуществить ключевые реформы быстро Одно из первых на голосование в новом парламенте поставит идею, стоит ли отменить депутатскую неприкосновенность, как требовал Зеленский в своей инаугурационной речи Потенциальный новый генпрокурор Руслан Рябышапко хочет сделать прозрачным руководство генпрокуратуры и тщательно реформировать этот дисфункциональный институт Сильные голоса в команде Зеленского выступают за то, чтобы отменить одиозный департамент К, который расследует в СБУ организованную преступность и коррупцию Во время своего недавнего визита в Турцию президент объявил, что в этом году хочет снять мораторий на продажу земли Запад не должен выражать обеспокоенность скоростью реформ в жизни на необходимых сферах и призывать подождать, как он это делал в прошлом Больше всего тревожит Венецианская комиссия в составе ныне дискредитированного Совета Европы К ее членам относятся судьи из таких автократических государств, как Азербайджан и Россия Неудивительно, что Венецианская комиссия всегда призывает к медленным, частичным и неполным реформам И несет огромную ответственность за новый Верховный суд Украины, где 44 из 193 судей не хватает объективности Украине следует перестать консультироваться с этой порочной организацией Зато другим чистым западным организациям вроде С или Г-7 стоит занять ее место Первый совет Запада Скорее помогать, а не тормозить Одним из самых крупных поражений прошлых пяти лет стала приватизация Украина еще имеет 3350 государственных предприятий 100 крупнейших должны быть с осторожностью приватизированы Их корпоративное управление улучшено Остальные 3250 предприятий или то, что от них осталось, должны быть выставлены на аукцион как можно быстрее Европейскому банку реконструкции и развития, ЕБР, Всемирному банку и УСАИД следует тщательно консультировать ход всего этого процесса Наиболее важной международной финансовой институцией в этой мешанине является Международный валютный фонд, и он действует очень быстро Как только новое правительство будет сформировано, надеемся, в сентябре, МВФ следует заключить трех- или четырехлетнее соглашение Что на языке фонда называется расширенное финансирование, по которому Украина будет получать кредиты в размере как минимум 2 миллиарда долларов в год Украина уже обеспечила макроэкономическую стабильность, но Национальный банк и Министерство финансов нуждаются в моральной, технической и финансовой поддержке, чтобы держаться так и в дальнейшем Само собой разумеется, что многие задачи также лежат на ЕС и агентствах двусторонней помощи вроде Министерства международного развития Великобритании и Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития Вся украинская государственная власть нуждается в реформировании, и успешная децентрализация должна быть закончена Конечно, образование и здравоохранение – это важно, но именно сейчас стоит сосредоточиться на основах государства Это, возможно, наибольший шанс Украины сегодня Запад должен помочь ей в этом как нельзя лучше Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...